Бытует мнение, что солнце, воздух и вода наилучшим образом защищают организм человека от различных инфекций и заболеваний. Пришло время развеять этот миф. На самом деле всевозможные вирусы и бактерии очень комфортно чувствуют себя в тепле. Более того, им на руку жара. Основными провокаторами этих малоприятных недомоганий являются кишечные инфекции. В группе риска люди со слабым иммунитетом и страдающей хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Источник большинства летних неприятностей – это грязные руки. Собственными руками мы можем доставить в свой организм болезнетворные бактерии и вирусы. Они отлично приживаются на ручках, тележек супермаркетов, телефонных трубках, поручных в транспорте, денежных купюрах и, конечно, на клавиатуре компьютера. Некоторые из них могут передаваться воздушно-капельным путем. Помимо так называемой повсеместной грязи, бояться стоит и несвежих, испорченных продуктов. Шашлыки и другие излюбленные мясные блюда также могут стать причиной кишечных инфекций. Эксперты не советуют покупать продукты у непроверенных лиц и в местах уличной торговли. Приобретая на обочине автострада молоко, мясо, рыбу, морепродукты и даже овощи и фрукты, вы рискуете вместе с товаром закупить дизентерийную палочку. Уберечь себя – значит внимательно отнестись к выбору продуктов и после тщательно промыть. Фрукты и овощи необходимо тщательно мыть под проточной водой и ополаскивать кипяченой. Урожай собственной дачи исключением не является. Искушение съесть клубничку или укропчик прямо с грядки может обернуться длительным пребыванием в больнице. Если вы заметили хотя бы намек на какой-либо симптом кишечной инфекции, такие как высокая температура, боль в желудке, диарея, слабость, тошнота, рвота, а в некоторых случаях сыпь, резь в глазах, судороги, немедленно обращайтесь за помощью к врачу. Не занимайтесь самолечением. Самостоятельный прием различных препаратов затруднит диагностику лечения заболеваний. Также сезон и летний характер носят заболевания лор-урганов. Это связано с возможными переохлаждениями во время купания в водоемах или употреблением слишком холодных напитков и еды. Купание в непрогретых водоемах не рекомендуется. Особенно этот фактор актуален для детей, которые в разгаре игры могут не почувствовать сигналы организма о переохлаждении. Резкий холод может повлиять на ткани горла и гортани, привести к воспалению. Также длительные поездки в автомобиле с кондиционером и резкие перепады температуры, когда человек из кондиционированного помещения выходит на улицу, где температура воздуха в разы выше. Или наоборот, да? Организм не успевает быстро перестроить работу и испытывает стресс, под воздействием которого может обостриться лор-заболевание. Помимо того, что летом нужно оберегать себя от возможного влияния факторов, провоцирующих заболевания лор-органов и желудочно-кишечного тракта, жаркий сезон – это еще хорошая возможность подготовить свой организм к грядущей смене погоды. Специалисты рекомендуют закаляться, но делать это нужно строго, поэтапно. Начинать стоит с обливания ног прохладной водой. Постепенно температуру воды можно снижать на 1-2 градуса и переходить к обливанию всех ног. При этом стоит ориентироваться на общее самочувствие, а также посещение врача. Обязательно необходимо пройти профилактический осмотр и диспансеризацию. Особенно актуально для тех людей, которые имеют хронические заболевания. Знать необходимо и о солнечном ударе, перегреве и кожных инфекциях. При загаре и длительном пребывании на санцепеке рекомендуют использовать специальные средства защиты. Ну а риск подхватить кожные заболевания, особенно высок, именно летом. Чесотка, микроспория и микоз. В рамках профилактики специалисты советуют ходить в шлепках и сланцах на пляжах, в душевых и раздевалках. Загорать на лежаке или полотенце. Летние болезни можно предотвратить. Главное – заботиться о своем здоровье. Карина Саяхова, Универньюс.